Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет! Наконец-то пришел OnePlus 3, телефон, которого я очень долго ждал. Перед тем, как начинать распаковку, пару слов стоит сказать о продавце. Не о том продавце, у которого я покупал вот этот телефон, а о том продавце, у которого я покупал этот телефон в первый раз. Называется «Магазин China Phone Center». Ни в коем случае не берите у него ничего. Это просто адово говно, а не магазин. Он сперва тянул с отправкой. Вообще, почему я решил выбрать именно China Phone Center? Когда ни у кого еще не было этого телефона в наличии, у него он был, и продавец обещал в течение трех дней отправить товар. Я на это повелся, плюс у продавца была очень вкусная цена на него на тот момент. Если обычные продавцы ставили 470-480 долларов, у продавца China Phone Center ставил 430-450. Три года работает магазин, но из рейтинга у него есть только пара кристалликов. Я как-то думаю, ну ладно, хрен с ним, забил на все это. В итоге я потерял почти два месяца своего времени, просто чтобы получить этот телефон. Телефон, во-первых, потерялся у меня в DHL. DHL мне сказал потом в итоге, когда они передо мной извинились, потом выяснилось, что посылка даже не поступала. В пункт DHL, короче. Каким-то образом китайцы там решили что-то смошенничать. В итоге продавец полная срань, он еще тянул со спором мне. В последние дни, там вот когда, знаете, спор открываешь, у продавца есть 7 дней на то, чтобы ответить. Если он не отвечает в это время, то спор автоматически закрывается в вашу пользу. Он только на седьмой день отвечал. Короче, ужас. Ссылку на него оставлю в описании, в любом случае. Пройдите, посмотрите, добавьте в закладки и никогда у него не покупайте вообще ничего. Категорически. Вот. Тот же продавец, у которого я покупал, в принципе, нормальный чувак. Я попросил, опять же, заводскую упаковку, непрошитый смартфон. Он согласился вообще без проблем, в течение двух-трех дней выслал. И телефон наконец-то пришел. Смартфоны OnePlus оснащаются очень богатой комплектацией. Вообще, мне кажется, нужно делать отдельные видео по упаковке смартфонов OnePlus. Они упаковывают словно боги, по-другому не скажешь. Продавец в подарочек положил резиновый силиконовый чехольчик, но заводскую упаковку он, козел, так мне и не положил. Все-таки открыл. Давайте поменяем ракурс и посмотрим вблизи на эту божественную комплектацию, чтобы вообще все смартфоны, которые производились на этой планете, все брали примеры с OnePlus, как нужно свои смартфоны комплектовать. Погнались. Пожалуй, приступим к операции. О-о-о-о, вот это крутизна. Вы только посмотрите на этого красавца. Скрепка, кабель USB с выходом USB Type-C. Красный, смотрите. В такой оплетке. Зарядное устройство. Выход зарядного устройства. 5 вольт, 4 ампера. Ни хрена себе. За сколько он будет заряжаться? Секунд. Так, здесь внизу ничего больше нету. И здесь еще есть вот такая штука, в которую они ложат, кладут разные другие хреновины. О, а что там ничего нету больше? Эй, продавец, а где инструкция? А где чё? Как же я без инструкции-то теперь буду жить? А ну вместо инструкции мне стекло положил, короче. Тё-о-о, продавец-козел. Спер мою инструкцию. Смотрите, ничего нету внутри. Печаль, беда и ужас. Смотрите, он мне положил, короче, в комплект еще, в подарочек, вот такой вот силиконовый чехол. Естественно, я им не буду пользоваться. Потому что, знаете почему? Потому что у меня есть вот такая штука. Покупал я ее отдельно, также на Алиэкспрессе. В тот день, когда покупал у China Phone Center OnePlus 3. Это не просто чехол, это фирменный чехол. Это оригинальный от самого OnePlus. И выполнен он из персикового дерева. Здесь надписи, короче. Здесь всякая фигня. Вот так выглядит смартфон в чехольчике. На ощупь, конечно, чехол бомбический. Телефон прошит, короче. Сразу есть из коробки русский язык. Хотя я об этом продавца не прохил. Давайте пройдемся по внешнему виду. Что здесь есть? Чего здесь нет? Почему? Что? Куда? Как? На задней стороне основная камера, вспышка, логотип OnePlus. И две вставки для приема сигнала антенн. Сверху и снизу никаких пластиковых вставок нет. На правой стороне кнопка блокировки. И лоток для двух сим-карт. Помещаются две симки формата nano. И в этот лоток даже вставлены уже муляжи сим-карт, как они должны быть. На левой стороне качели регулировки громкости. И чуть выше качели регулировки громкости находится специальная отдельная рифленая кнопка для переключения режимов. У нее есть три градации хода, короче. На нижней стороне отверстие для внешнего динамика, USB Type-C, отверстие для разговорного микрофона и 3,5 мм для подключения наушников и различных гарнитур. Верхняя сторона полностью свободна. И на передней стороне мы видим гигантский 5,5-дюймовый экран. Экран тоже непростой. Выполнен он по технологии Optic AMOLED. Вы не удивляйтесь, это не какая-то особая технология новая. Это обычный AMOLED. Только OnePlus его немного подкорректировали программно, сделали его цвета менее ядовитыми и более приближенными к реальности. И, как заявляет сам производитель, они ему встроили еще один дополнительный поляризационный фильтр. То есть там две TFT-пленочки. Для чего это нужно? Для того, чтобы цвета оказались еще более яркими. Над экраном фронтальная камера, датчики и разговорный динамик. Сборка телефона не просто монолит, это как будто он так и рожден был. Теперь давайте поговорим о технических характеристиках. Чем вообще интересен смартфон, почему вокруг него столько интереса, даже несмотря на то, что он совершенно небюджетно стоит. Snapdragon 820 в качестве центрального процессора. Четырехъядерный монстр 64-битный, плюс видеоускоритель Adreno 530. 6 гигов оперативной памяти типа LPDDR4. 64 гига постоянки без возможности расширения. Основная камера. 16 мегапикселей, сенсор Sony IMX298 с апертурой f2.0. Фазовый автофокус, оптическая стабилизация и возможность записи 4К видео. Аккумуляторная батарея на 3000 мАч с возможностью быстрой зарядки. До 4 А выдает стоковый зарядник. Офигеть не встать, просто за сколько интересно мне аж будет он заряжаться. Кстати, здесь применена какая-то фирменная технология, но я забыл как она называется. В полном обзоре обязательно об этом расскажу. Экран 5,5 дюймов с разрешением Full HD. Оптика AMOLED, как я и говорил до этого. Под экраном сканер отпечатков пальцев. Тоже какая-то там фирменная технология как-то называется, но это пока совершенно не важно. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. В принципе, ничего интересного в этом нету. Таким образом, все железки очень гармонично работают под управлением Oxygen OS. О самой прошивке я вам расскажу чуть попозже. Тоже быстренько пару слов упомяну. А пока же посмотрим, как снимает его основная камера. Чем круче смартфоны ко мне приходят на распаковки, тем больше народа у меня собирается эти распаковки смотреть в оффлайне. Народ собрался вообще... Нафига? Вон даже чувак на велике приехал. Чувак, ты кто вообще? Ты что на велике приехал? Рабочее место, рабочий процесс. Здесь мы яблочки сегодня точили. Сходил у бабок, взял, бабку кинуло, подсунуло мне одно яблоко вон, с битой жопкой, короче. Бабка в козел. На улице жара страшная. Очень неимоверно. В три часа вообще у нас жарящее стоит, до 40 градусов поднимается. Куда? Август, остановись. Ну и камеры. Запись видео может вестись вплоть до 4К. То для фронталки эта запись ограничена всего лишь 1080p. Но, как я посмотрю, фронталка снимает офигительно. Вообще, только стабилизации немножко не хватает. Но, в целом, вполне неплохо. Интересно, как она будет записывать звук? Что вы думаете о камерах этих смартфонов? Напишите обязательно в комментариях под этим видео. И вступайте в мой инстаграм. Подписывайтесь, то есть, как вы вступаете. Там дофига всяких разных интересных штук происходит. Димааааан! Пару слов стоит сказать об операционной системе. Как я и говорил, смартфон уже прошит самим продавцом. Но прошит он не на какой-то там галимый кастом, а на официальный Oxygen OS. Я напоминаю, что есть две версии прошивки для данного аппарата. Это Hydrogen OS, чисто для Китая, без русского языка, без Google сервисов. Только китайские, английские языки и какие-то китайские сервисы. В Oxygen будет всё у вас. И Google сервисы. Вот здесь, например, уже Play Market есть. Вот он, зараза такая, остался мне только в свой аккаунт войти. И русский язык, и все остальные языки мира, на каких вы можете разговаривать. Сама оболочка представляет из себя почти что голый Android, но с некоторыми надстройками. Например, зайти в настройки. Здесь можно выбрать темы различные. Потом здесь подэкранные кнопки также можем настроить. Например, на данный момент кнопка слева под экраном, она отвечает за назад, а справа за меню многозадачности. Мне, например, удобно, когда наоборот. Сама, кстати, подэкранная кнопка, она сенсорная, не нажимается. Это слегка непривычно. Но перейдём к оболочке. В принципе, как я и говорил, тот же самый голый Android. Основывается оболочка на Android 6.0, даже 6.0.1, если быть точнее. Будет обновляться по воздуху, так что никаких проблем с этим не возникнет. Вы просто покупаете смартфон, просто достаетесь из коробки и сразу же пользуетесь привычным всеми интерфейсом. Что можно в итоге сказать о смартфоне? Таковы мои первые впечатления. Первые впечатления охренительные. Смартфон вообще нравится, прям огонь. Круто снимает камера, понравилось. Полный обзор, конечно же, сделаю как можно быстрее. Насколько вообще это можно сделать в моём случае. Обязательно сравню его с другими флагманскими и не только смартфонами. Так что обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить всех этих крутых видосов. Ставьте оценки этому видео. Если это видео набирает очень много лайков, то я какую-нибудь крутую штуку замучу. Может быть, даже разыграю этот смартфон, именно этот. Так что всё в ваших руках. Всем спасибо за внимание. Всем пока.